Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Все решаемо. Какова судьба малокомплектной школы в селе Суртайка? Компания стартовала, когда выберут губернатора Алтайского края. Современные условия для будущих чемпионов. Как скоро в Бийске откроется новый спортивный зал для кикбоксеров. Школу в селе Старая Суртайка, о которой во время прямой линии рассказали Владимиру Путину, не закроют. В этом заверил сегодня в Рио губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он сообщил также, что в учреждения будут привозить педагогов из прилегающих сел. Напомним, накануне прошла 16-я прямая линия с Владимиром Путиным. В прямом эфире задать вопрос президенту удалось и жителям алтайской деревни Старая Суртайка. Селяне просили сохранить местную малокомплектную школу, что является единственной на три села. Месяц назад у нас был сход села, где глава администрации района сказала, что школа закрывается. А у меня внук, два внука, которые старше идут, на следующий год в школу. А куда он пойдет, если школу закроет? Нам придется все продать и уехать отсюда. Я не хочу уезжать. Мы 40 лет прожили здесь. Если школу закроют, село умрет. К ответу на вопрос по видеосвязи подключился Виктор Томенко. В Рио губернатора заверил президента, что сельскую школу не закроют и решат проблему с педагогами в учебном заведении. Для этого Виктор Томенко после прямой линии направил Старую Суртайку своего заместителя Надежду Капуру. Она изучила ситуацию, а в Рио губернатор рассказал сегодня журналистам о дальнейшей судьбе малокомплектной школы. Там в этом году произошли некоторые изменения в худшую сторону с преподавательским составом. Примерно половина учителей написали заявление, ушли. По собственному желанию большинство из них перешло в Быстрянскую школу. Вполне возможно, что будем осуществлять подвоз не ребятишек в школу на центральный филиал, а будем наоборот учителей подвозить. Виктор Томенко отметил также, что школа нуждается в ремонте и подчеркнул, что в Крае нужно обратить особое внимание на малокомплектные общеобразовательные учреждения. Елена Макаренко, Александр Антропов. Наши новости. Новые расходы и поправками в бюджет региона депутаты сегодня также одобрили. Мы даем сигнал всем, кто желает принять участие, а самое главное, жителям нашего тайского края. Это один из важнейших моментов в избирательной кампании региона, вообще в жизни нашего региона, когда будет избран новый руководитель, новое высшее должностное лицо. Выдвигать кандидатов на выборы по краевому законодательству имеют право только политические партии. Претендентам на участие в выборах губернатора нужно собрать подписи 7% муниципальных депутатов и избранных глав. В Рио губернатор Виктор Томенко уже заявлял, что примет участие в выборах. Ну и сегодня Виктор Томенко пообещал продвигать интересы алтайских промышленников и настоящих, и будущих. Временно исполняющий обязанности губернатора края познакомился с руководителями предприятий машиностроения, химии и энергетики. Он заявил, что возможно в край будут привлекать новых производственников. На встречи побывала и Анастасия Драган. Никто не ноет. Такую оценку Виктор Томенко дал людям, которые, несмотря на сложные условия, трудятся в промышленности алтайского края. Сегодня глава региона на базе алтайского завода прецизионных изделий провел рабочую встречу с директорами. Он признался, что только изучает предприятия края, но уверен в их потенциале. Тем не менее, не исключает и появление новых производств, несмотря на специфику региона. Мы сегодня энергодефицитный регион. Мы должны этот аспект брать в расчет. Очень хорошо дела обстоят с сохранением природы, с экологией. Поэтому большие требования будут предъявляться к промышленным предприятиям, которые здесь будут работать. Не все на это соглашаются, потому что это уровень издержек. Участниками встречи стали директора 16 ведущих предприятий. Среди них Алтайкокс, Ротор, Барнаултрансмаш, Станкостроительный завод. Кроме специфики своих производств, промышленники делились и проблемами. Руководители отметили главный из них – недостаток кадров. Мы готовы купить современное оборудование, сварочные роботы, размышленные обрабатывающие станки, различная автоматизация. Но работы на этом оборудовании нет. Те, кто по умению похитрее, те уехали. Те уехали. Если хорошо платить, те, кто по хитрее, по умению, должны бы обстать. У нас экономика, к сожалению, не позволяет платить адекватную заплату на специалистов такого класса. Кроме того, подчеркивают директора, в крае негде учить ни сотрудников среднего персонала, ни узких специалистов, например, по роботизированной сварке. Виктор Томенко отметил, что развитие экономики идет бок о бок с развитием социальной сферы и обещал взять на себя решение вопросов алтайских промышленников. Анастасия Драган, Александр Антропов. Наши новости. Обрушение в Рубцовской гостинице было неизбежным, считают жители. Напомним, ночью в самом центре города обрушилась стена гостиницы «Олей». ЧП произошло в 2 часа ночи, поэтому никто не пострадал. По предварительным подсчетам вывалился кусок площадью около 600 квадратных метров. Высыпались все внутренние перегородки и стекла с обратной стороны. Отметим, это одно из старейших зданий в Рубцовске. С 40-х годов постройки капитальный ремонт не проводился давно. В другом крыле здания находится городской суд. Жители говорят, что не разжаловались в администрацию города на состояние гостиницы, зная, что обрушение неизбежно, но никаких мер предпринято не было. Утром с собакой вышли гулять, здесь уже милиция, оцепление представителей администрации. Вообще не обращают внимания, давно в аварийном состоянии стоит здание, ремонта никакого не делалось, ничего, ни косметического никакого совершенно. Ну, забросили, поэтому бабахнуло. Это здание надо сносить, оно аварийное. Зато ни дорог в городе, ни тротуаров, все разбито, зато музыкальный фонтан у нас. Что будут делать с неиспользуемым уже несколько лет муниципальным объектом, который находится на балансе центрального рынка, пока неизвестно. Это мой дом, двор. Ничего. Вы пришли сюда. Я хочу узнать, зачем вы пришли. Ко мне домой. Ну, а это уже Барнаул. Нашему оператору сегодня утром здесь оказались не рады. Накануне кирпичная стена, похожего больше на административное, чем на жилое помещение, буквально похоронила под собой машину. Автомобиль восстановлению не подлежит. Инцидент произошел на улице Ползунова, рядом с одной из автомастерских города. Как говорят, жители чудом обошлось без жертв. Если бы в машине был водитель, смерть могла наступить мгновенно. За безопасное лето контроль за детскими лагерями и водоемами на Алтае будет усилен. Об этом сегодня журналистам рассказали региональные следователи и уполномоченные по правам ребенка в крае. С этого года будут приняты дополнительные меры. Их ввели благодаря проекту «Безопасное лето». Поводом для создания послужила статистика прошлого года, когда на водоемах региона погибло 12 детей, большая часть купалась в необорудованных местах. В проекте участвуют 20 районов, где было зафиксировано больше всего трагедий, в том числе Бийский, Смоленский и Тальмецкий. Сейчас у нас в крае, знаете, реализуется проект «Безопасное лето» на эти два месяца. Это очень актуально в рамках этого проекта. И по созданию общественных спасательных постов 40 матросов будут работать. И обучение сердечно-лёгочной реанимации. Мы 300 человек обучили на базе медуниверситета. И, конечно же, большой блок информационной работы с населением. Сразу же после смертельного случая в бийском лагере «Факел», где погиб Даниил Ченцов, сотрудники Краевого следственного управления вынесли представление о региональном управлении образования и спорта. Теперь кроссы в жару запрещены. Напомним, в день ЧП группа детей бежала 19 километров при температуре плюс 37 градусов. Даниил не добежал до финиша. Смерть наступила предположительно от сердечного приступа. Их работа – помогать людям. Сегодня в России отмечают свой профессиональный праздник работники службы социальной защиты. Те, кто навещает, заботится об одиноких, пожилых, оставшихся без ухода, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Илья Кочетков решил лично посмотреть, как проходит день типичного работника социальной защиты и прошелся вместе с ней по нескольким адресам. Ему слово. Здравствуйте, Галина Кочеткова. Доброе утро. Доброе утро. Вот и я. Тяжело вам было нести? Нет, нет, ничего. Вот. Проходите, пойдемте. Два раза в неделю Антонину Коробу встречают в этом доме как самого желанного гостя. Ее подопечная Галина Петровна Петухова живет совершенно одна. За свою жизнь пережила многое. Фашистский концлагерь, смерть близких. Обратилась за помощью сама, когда поняла, что в свои 80 с лишним уже со многим не справляется. Поэтому ждет сегодня соцработника как родного человека. Приносит продукты, записывает, что я заказываю на следующую неделю. Ну, и все делает по дому. Я другой раз скажу, да не надо уборку влажную. У меня чисто. Она говорит, нет, надо. У Антонины Коробовой, по ее словам, подопечных немного, шестеро. Но каждого нужно навестить дважды в неделю. Так что, в целом, рабочий день получается довольно плотным. Говорит, работа непростая, но даже не физически, а морально. Ведь клиенты – одинокие пожилые люди. Ольга Степанова, директор Барнаульского комплексного центра соцобслуживания, говорит, список тех, кто может рассчитывать на помощь, не ограничивается пожилыми и одинокими. Обратиться могут и те, кто утратил частично или полностью способность себя обслуживать, кто оказался в трудной жизненной ситуации от инвалидности до насилия в семье. Говорит, далеко не всегда люди знают, что могут обратиться за помощью. Кто-то стесняется, а кто-то и не догадывается, что такое возможно. И зачастую нам звонят соседи, либо организации, в которых тем или иным образом эта семья имеет отношение, например, школа, детский сад, и говорят, в этой семье не все в порядке. И тогда выходим мы и уже предлагаем свои услуги. Она говорит, это не значит, что мы принесем деньги или вещи, но помочь найти выход постараемся. Всего сегодня в Барнауле на дому обслуживают 375 пожилых людей, инвалидов, а также 86 семей с детьми-инвалидами. Их навещают, и не заботятся 40 служащих. Все работают по многу лет, и все женщины. В соцзащите шутят, наверное, потому что вынести груз чужих проблем способны лишь представительницы слабого пола. Илья Кочетков, Алексей Фризин. Наши новости. В Бийске готовятся к открытию нового спортивного зала для занятий кикбоксингом. Как заявляют спортсмены и представители федерации, это будет единственный функциональный клуб в нашем регионе. Его оборудуют специальными тренажерными комплексами, появится универсальный ринг. На реконструкцию уже потрачено больше 2 миллионов рублей. Сейчас работы выходят на завершающую стадию. Когда спортсмены смогут приступить к полноценным тренировкам, и какими силами удалось создать комфортные условия для занятий кикбоксингом, расскажем в нашем сюжете. Сегодня в зале трудятся строители, но уже через несколько месяцев здесь будут заниматься спортсмены. Этот зал будет единственный в Алтайском крае, самый лучший. И оборудование здесь будет, и мы хотим быстрее, чтобы дети пришли уже все, когда, 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 когда. Приходят, видят и просто, ну, очень всем нравится, особенно родителям. Основные работы позади. Светлое и просторное помещение Бийский клуб «Гренада» получил в начале года. Переехать из старого помогла городская администрация. Средства на проведение ремонтных работ к боксерам пришлось искать самостоятельно. В итоге предприниматели и неравнодушные люди объединились ради одной общей цели – развития спорта. Это постулат, что люди, горящие какой-то идеей, они объединяются, находят таких же объединившихся. В этом зале как раз объединились вместе и те, кто непосредственно оказывает определенную помощь в приобретении необходимых материалов и так далее. И так непосредственно те, кто проводят ремонт, что называется, своими силами. Ремонт делают в основном тренеры и родители кикбоксеров. Дизайн помещения выбирали тоже вместе. Такого специализированного тренажерного комплекса, как в «Гренаде», нет ни в одном клубе нашего региона. Он позволяет более качественно и продуктивно готовиться к соревнованиям. Пока здесь не хватает главного – ринга. Его делают по спецзаказу. Средства на приобретение выделил фонд Александра Прокопьева. Мой фонд поддерживает тех людей, которые делают что-то полезное, в том числе для развития детей, для развития спорта. И мы решили принять участие в этом проекте, поддержать его и сделать замечательный, хороший, правильный ринг. Бийский клуб «Гренада» имеет славную спортивную историю. Воспитанники неоднократно становились чемпионами страны и Европы. Андрей! Ты не любишь! Открытие зала кикбоксинга – это как возрождение феникса. То есть это создание новой ступени для развития отделения кикбоксинга. В городе Бийске, я думаю, что и в Алтайском крае. Первые тренировки в новом спортивном зале начнутся уже в сентябре. А дальше – участие в соревнованиях и новые чемпионские титулы. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. Бийск специально для наших новостей. Продолжаем выпуск. С 1 июля у всех государственных аптек, краевых и муниципальных начнутся тяжелые времена, говорят эксперты отрасли. Эту проблему обсуждали сегодня провизоры и фармацевты из регионов России, в том числе Томска, Ярославля, Москвы, Барнаула на межрегиональной научно-практической конференции в столице края. Вступают в силу изменения в закон, согласно которым аптеки будут обязаны приобретать лекарственные препараты через аукцион. Таким образом потребители лишатся возможности выбора. Я считаю процедуру абсолютно дикой и необходимости, потому что что такое аптека? Аптека это большой ассортимент. То есть вы можете купить и налаприл за 20 рублей, а хотите, можете купить его за 2 рубля. Вот у вас просто этого не получится, потому что будет лежать какой-то один налаприл. Это будет скудость вообще всего. Это просто совершенно, мне кажется, такое безграмотное предложение. Специалисты отметили, что проблема всех регионов обеспечения населения необходимыми лекарствами. На территории нашего края 59 районов, но далеко не в каждом селе работают аптеки. Лицензии на продажу препаратов есть у местных ФАПов. Однако в некоторых деревнях они отсутствуют. Участники конференции высказали предложение запустить так называемые мобильные передвижные комплексы. После этой встречи сформируют резолюцию, которую направят в Национальную фармацевтическую палату и в Министерство здравоохранения края. В лесной сказке пушистое пополнение. У песцов Изабеллы и Чернослива появилось потомство. 9 прекрасных щенят теперь могут увидеть все посетители. Наша съемочная группа умилялась в числе первых. Чернослив явно нервничает из-за непрошенных гостей в вольере. В апреле он стал счастливым отцом 11 детей. В многодетной семье песцов принято, что самец принимает активное участие в воспитании щенят, охраняет территорию, ищет еду. Красавцы с дымчато-бурым и коричневым окрасом пока не могут за себя постоять, доверяют теплым рукам человека и неуклюже ползают. Мы переселили их в более просторный вольер, где дети могут позываться, поразмяться. Именно здесь они могут прогуляться, разбежаться и за мамой побегать. Папу-маму будет вставать тоже, как-то любят маленькие дети. За шнурок меня тащит. Этой весной большую семью зоопарка также пополнила Капибара. Этот зверек, говорят зоологи, похож на флегматичного любопытного паренька. Он лишен ярких черт во внешности, зато очаровывает всех посетителей. А для тех, кто хочет увидеть месячных песцов своими глазами, надо поторопиться, пока малышей не раздали по обмену в другие города. Зоологи говорят, что песцы уже окрепли и готовы выйти света. Это значит, что совсем скоро Изабелла и Чернослив отпустят своих детей в ближайшие зоопарки. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Самое быстрое похудение «Турбослим-экспресс». Всего за три дня до минус трех килограммов и до трех сантиметров в талии. «Турбослим-экспресс» от компании «Эвалар». И к этому часу у меня все новости. Хорошего настроения вам и до встречи в эфире. Алексей Матвеев воевал на Брянском, Воронежском и Третьем Украинском фронтах. В 43-м году он одним из первых преодолел Днепр и прикрывал огнем форсирование реки другими подразделениями батальона. В бою заменил выбывшего из строя наводчика и уничтожил 20 гитлеровцев. За образцовое выполнение задания ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Героя Советского Союза